В новом офисе все специалисты, работающие с абонентами предприятия. Действует электронная очередь, в зале находятся консультанты, чтобы жители Лазаревского могли быстро и в комфортной обстановке решать любые вопросы взаимодействия с Сучьеводоканалом. Все делается для того, чтобы жителю, абоненту, клиенту было удобно прийти и в одном месте оформить все документы, оплатить услуги, получить ту необходимую информацию, которая требуется. Ну и собственно комфортно здесь это все сделать. Люди отмечают большие изменения, ведь по большому счету современная организация обслуживания клиентов – это экономия их времени и средств. Мне нравится. Мы сюда приходим платить, чтобы 12% почте не платить. Ну для меня это важно. А обслуга хорошая. Девочки сразу подозвали, копии снимем сами мало. Ну все хорошо. А тем временем гости и участники презентации знакомились с результатами масштабной модернизации в Лазаревском. Ее стоимость – 501 миллион рублей. Средства взятые из нетарифных источников. У нас в службе главного инженера разработан единый стандарт для всех павильонов во всем городе. По единому стандарту выполняются работы. Внутрянка, электрика, ну понятно, начинаем с кровли, фасад, замена насосного оборудования, замена шкафов управления. Главный итог – бесперебойное и качественное водоснабжение. Заменено 14 скважин насосов на водозаборах на реке Псизуапсы и Шахе. На водоносных и канализационных станциях также установлено новое оборудование. Переложено несколько километров водопроводных сетей и канализационных коллекторов. Смонтировано 17 регуляторов давления. Мы ставим какую задачу? Это надежное водоснабжение нашего населения, снижение потерь водоснабжения, определение незаконных фрезок, еще других. То есть весь цикл мероприятий. Этот цикл мероприятий мы сейчас увидели. Заметно уменьшились потери воды и электричества. Например, на 40% снизилось потребление электроэнергии за счет нового энергоэффективного оборудования водопроводной насосной станции на реке Псизуапсы. Гелена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.